Партнер программы «Дневной разворот» Кировский ССК. Мы сделали все, чтобы в вашем доме было уютно. Просторные квартиры с удобными планировками. Подземный паркинг, бесшумные скоростные лифты. Новые квартиры премиум-класса от Кировского ССК. Кировский ССК. Современные технологии строительства. Телефон офиса продаж 7144. Проектная декларация на сайте kirovssk.ru Дневной разворот в Кирове. Светлана Удельная, Владимир Сметанин. У микрофонов на часах 11.07. И сегодня мы на волне 101.0. Как обычно. Как обычно. По традиции. Приветствуем вас. Желаем удачного понедельника. И в целом хорошей, насыщенной рабочей недели. Она такая будет длиннее, чем обычно. Но впереди майские праздники. Надеюсь, что все мы хорошенько отдохнем. Да, наконец-то наступила весна, тепло. Поэтому приятное мгновение ожидают нас с вами. Но сейчас мы поговорим о теме у нас «Новые меры по поддержке многодетных семей в Кировской области». И у нас сегодня в гостях Владимир Бакин. Это председатель комитета по бюджету и налогам законодательного собрания Кировской области. И Кирилл Лебедев, начальник управления демографического развития и взаимодействия с институтами гражданского общества Кировской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы собираемся поговорить о законе Кировской области, который действует с ноября прошлого года. Это выделение земли многодетным семьям. И также мы хотели бы сегодня поговорить о мерах защиты в отношении многодетных отцов. Есть такая инициатива Минздрава соцразвития, поправки в трудовой кодекс. Говорится там о том, чтобы многодетным отцам было гарантировано рабочее место. В том случае, если они содержат такую большую семью многодетную. Да, если в семьях, в которых мать не работает и целиком посвящает себя воспитанию детей. Так что и отцов тоже будут защищать. Да. Приглашаем к участию, как обычно, наших слушателей. Звоните. Номер нашего прямого эфира 708-502. 708-502. И номер для смс-сообщения 8909-720-101-0. Пишите, обязательно подписывайтесь. Слушатели, вопрос к вам. Те меры, которые сейчас вводятся. Выделение земель, также поддержка отцов. Достаточно ли это для того, чтобы повысить рождаемость? И все-таки эти меры направлены для кого? Для каких слоев населения? Социальных категорий, да. Пожалуйста, высказывайте 708-502. Да, то есть немножко расширить. В первую очередь, вот эти меры поддержки повышения рождаемости, они их в первую очередь воспринимают те люди, которые благополучно живут, вот семьи, да? Или все-таки, в первую очередь, они воздействуют на тех, у кого с деньгами, с материальным положением не все так хорошо. И далеко даже очень не хорошо. Да, то, что касается выделения земель, уже совсем скоро наступит тот день, когда начнется прием заявлений. Это будет 1 мая. Да, ну, наверное, там все-таки будут праздники майские, не с 1 мая непосредственно, а вот как раз-таки после... Ну, понятное дело, что закон этим пунктом вводит срок введения приема граждан, заявлений от граждан, это 1 мая, но это, конечно, это не выходной день. Это на следующий день после выходных. Владимир Гаврилович, ну вот уже появилась информация о том, что ажиотаж возникнет, и многие многодетные семьи пойдут как раз-таки в первый день начала приема заявлений, они пойдут и будут устраиваться в очередь. Как вы считаете? Ну, думаю, что местные власти справятся и с очередью, потому что тот промежуток времени от принятия закона в ноябре прошлого года и до введения в действие этого пункта закона с 1 мая позволил муниципальным образованием подготовиться и к приему граждан, и к решению вопросов о том обеспечении граждан вот этой меры социальной поддержки. Какая работа велась? Что делать вот в этот промежуток с ноября? В этот промежуток, он на это и был направлен, чтобы местные органы власти сформировали некие реестры земельных участков. Потому что многообразие обращений, предполагаемое, многообразие обращений граждан, во-первых, ведь не только для жилищного строительства, но и для ведения подсобного хозяйства и для ведения дачного хозяйства, изучение спроса населения, необходимость, особенно в таких, ну, будем говорить, мегаполисах, как наш областной центр, которые также имеют свои земли, и такие города, как Слободской, Кировочепецк, Вятской поляны, которые имеют административную самостоятельность, но не имеют земель. Здесь местным органам власти необходимо работать по реализации этого закона уже с муниципальными образованиями районов, прилегающих к этим городским округам. Это сложность, которую, ну, необходимо преодолевать. Основное и главное, что в этом законе прописано, и оно не имеет никакого изменения, мы рассматриваем сегодня, 26-го будем рассматривать закон о внесении изменений, но это лишь в большей степени усовершенствование технологий принятия решений. Ну, то есть техническая какая-то, да? Техническая, да. А основная концепция закона не меняется. Это именно обеспечение, бесплатное предоставление для граждан, имеющих трех и более детей. Потому что многодетность, вот в Кировской области у нас совпала категория многодетная и категория, то есть имеющая трех и более детей. Вот такая подготовительная работа, по нашей информации, во всех муниципальных образованиях проводится. Скажу, что не без трений будет, наверное, и в мае месяце, потому что принять большое количество людей, это всегда сложно. Тем более, по такому щекотливому вопросу, когда, ну, я сюда хочу, а сюда вот не хочу, потому что мы же формируем в соответствии с законом арест... Как вы, кстати, формируете? То есть эти земли будут... Получается, что родители могут получить землю где-нибудь, ну, совсем-совсем далеко, то есть на окраине, или как это распределяется? Законом предусмотрено по очереди. То есть есть список участков 1, 2, 3, 4. Есть хронологическая последовательность. Где в нашем городе участки располагаются? Значит, в районе Тороничей, далее здесь, в сторону Бахты, 4 участка большие отведенные. Значит, завтра, 24-го, у нас будет по городу Кирова также прием граждан, я там буду участвовать. Там более подробно для горожан, для города Кирова будет более подробно объяснено. Это где-то встреча анонсировалась уже? А насчет, не я организатор, не законодательное собрание, поэтому ответить на этот вопрос утвердительно анонсировалось или нет, меня пригласили как эксперта по принятому закону на эту встречу. Я обязательно там буду. Кирилл, как вы оцениваете этот закон? Я считаю, что закон правильный. Единственное, тут нужно уточниться все-таки в формулировках. Земельный кодекс предполагает бесплатное выделение, так скажем, предоставления земельных участков именно многодетным семьям. И здесь, чтобы граждане тоже понимали, землю будут получать многодетные семьи, а не те, у кого появился третий ребенок. То есть, если старшему ребенку, соответственно, он вышел из детского возраста, то... До 14 лет, если не ошибаюсь, до 18 лет. Здесь регламент, предусмотренный нашим законом, на момент подачи заявления количество детей 3 и более в возрасте до 18 лет. Поэтому вот здесь этот нюанс надо понимать, что если у вас уже старшие дети вышли из этого возраста, вам земельный участок не положен, но это федеральное законодательство, здесь на региональном уровне мы уже решить ничего не могли. — Сейчас по всей России, да, если не ошибаюсь, реализуется вот эта программа, этот закон, не только в нашей области. — Всем ли хватит земель? Как будут отбирать? Кому дать, кому не дать? — Ну, вот слово «очередь» уже прозвучало. — Как уже сказали, органы местного самоуравления формируются реестры, в земельных участках проводится межевание, кадастровые работы. Есть одно расхождение, то есть в рабочей группе, я не знаю, тут будет рассмотрено это на предстоящем законодательном собрании или нет. Все-таки по инициативе губернатора он хотел, чтобы многодетным семьям было предоставлено право самостоятельно в том числе выбрать земельный участок из числа свободных земель, но не попавших в реестр. Правда, в этом случае кадастровые работы межевания должны будут производиться за счет семьи, пожелавшей таким правом воспользоваться. И здесь есть некие расхождения с депутатами, то есть они считают, что надо выполнять целиком и полностью, как поручил президент, бесплатно предоставляя земельные участки. Мы же, в принципе, считаем, что это нисколько не ограничивает право бесплатности. Если у людей есть возможность, все-таки закон направлен на многодетные семьи, и не всегда это неимущие многодетные семьи. И если человека не устраивает тот перечень, который ему определили органы местного самоуправления, почему бы не дать ему возможность выбрать земельный участок, который в категорию поджилищное строительство, поддачное строительство попадает, но органы местного самоуправления оперативно не отмежевали этот участок. Что касается доходов, вот хочу сказать, что всего в Киевской области проживает 6 тысяч многодетных семей, из них 5,5 тысяч являются малообеспеченными. Не думаете ли вы, что землю выделят, и землю будут просто простаивать, а у людей даже не будет средств для того, чтобы дом построить? Ну, эта же проблема, она как бы тоже, к ее решению подходим комплексно. В прошлом году, в частности, да, были приняты поправки в закон о предоставлении древесины для нужд граждан, и там размер предоставляемой древесины был увеличен для личных нужд со 150 до 300 кубических метров для многодетной семьи. Также действуют программы в Кировской области «Дом для молодой семьи», Кировская региональная ипотечная корпорация «Закон области», который курирует управление по делам молодежи о субсидировании части задолженности по ипотечному кредиту. Есть еще, насколько я понимаю, еще одна программа. То есть, это не единственный инструмент, с помощью которого молодые семьи могут решать свои жилищные проблемы. Наверняка, все хлопотно будет, конечно. Я бы сказал, что это одна из мер, которая инициирована была президентом, и, понятное дело, она нашла и у депутатов поддержку. Ну, очень горячо обсуждается этот закон, потому что он направлен одновременно на социальную поддержку вот такой категории населения. А с другой стороны, мы понимаем сложность, которая ожидает нас в вопросах выделения бесплатного, именно бесплатного, потому что в этом случае некий фонд, земельный фонд, который идет на продажу, он будет резко сокращаться. Но, тем не менее, и муниципальное образование, и законодательное собрание, ну, будем говорить так, что единогласно, единогласно поддерживает этот закон. И вот с 1 мая, когда граждане получат право обращения, подавать заявление, я думаю, что этот закон будет действовать в полном объеме. Еще хотел бы подчеркнуть следующее. Закон не догма. То есть мы вот еще, 1 мая не наступило, мы 26-го рассматриваем уже во втором чтении закон о внесении поправок. То есть уже реализация закона показала некоторые действия, которые необходимо в законе изменить. Я уже сказал, что это не кардинальное изменение. Концепция закона сохраняется, это предоставление бесплатного участка. Именно семьям, имеющим трех и более детей. Концепция сохраняется. Поэтому то, что сказал Кирилл о предоставлении свободного плавания в выборе участка многодетным семьям, ну, это следует пообсуждать. Вопрос обсуждаемый. И не только в вопросах, что там в диалоге между исполнительной и законодательной властью, а в большей степени в диалоге между муниципальными образованиями. В вопросах, как пойдет реализация. Насколько это усложнит именно выбор гражданина того участка, который предоставлен. Потому что многообразие, я еще раз подчеркиваю, это сейчас представить возможность свободного выбора, ну, начнется не совсем правильный подход к этому. Давайте поподробнее об этих участках поговорим. Там какая площадь речь идет? Ну, на... Сейчас я там для трех категорий ведения хозяйств. Там до 15 соток, если я не ошибаюсь. 15 соток это на жилищной строительстве, это максимально. При усадебном участке 30 соток и для дачного хозяйства 20 соток. Законом предусматривается подведение коммуникаций всевозможных, да? Законом это не предусматривается. Нет, не предусматривается. Предоставление бесплатного участка, то есть выполнение кадастровых мероприятий. А все коммуникации это надо организовывать. Тема эта очень обсуждается активно в интернете. На форумах многие люди высказывают обеспокоенность, так скажем, тем, что участки все различные. Кому-то достанется земля получше, кому-то похуже. Низина, вершина, посуше. Или где влаги больше, там болото какое-то. Вот как избежать суеты в этом вопросе? Давайте начнем реализовывать этот закон. Реализация покажет. Мы изначально живем в разных субъектах Российской Федерации. Понятно, что участки в Подмосковье, которые будут выделяться многодетным семьям, они на порядок будут дороже, чем в Кировской области. Что тогда с этим делать? Мне кажется, не нужно далеко уходить. Даже в Кировской области тоже будут разные участки. И получше, и похуже. Но уже предоставление 1 июля, да? Совсем не за горами. 1 мая принятие. Принятие, да. 30 дней на... На рассмотрение заявки. На принятие решения. Так что 1 июня... Июня, 1 июня. Уже предоставлено. Да, я хочу напомнить наш номер телефона 708-502. Слушатели, это прямой эфир, Волна 101.0. Говорим мы сегодня о нормах, про новые меры по поддержке многодетных семей в Кировской области, о том, что будут предоставлять земельные участки под строительство домов. И также сегодня мы хотим обсудить тему, что работодателю будет запрещено по собственной инициативе расторгать трудовой договор с отцами многодетных семей, в которых мать не работает и целиком посвящает себя воспитанию детей. Кирилл, как вы эту меру оцениваете? Ну, вы знаете, любая мера, которая защищает многодетную семью, ее можно только приветствовать. Другое дело, опять же, да, как она будет работать. И каким-то отцам нужна защита, а какие-то, в общем, и сами за себя постоят. Найдут возможности для заработка и так далее. В общем, да. Когда имеешь троих детей, тут уже не думаешь о том, уволят тебя работодатель или нет, просто пашешь. Ну, вы, кстати, сам многодетный отец. Трое детей. Трое детей. Законом. Воспользуйтесь, будете заявку подавать. Есть мечта о собственном доме? О собственном доме. К сожалению, в Кировской области никакими льготами пользоваться не имею права, поскольку все законы, которые принимаются в Кировской области, они направлены на защиту интересов постоянно проживающих. Как там в законах у нас пишут? Постоянно зарегистрирован в установленном порядке по месту жительства. Так вот, несмотря на то, что я здесь нахожусь уже третий год, у меня временная регистрация, старший сын мой, младший сын мой родился в городе Киров, прав на получение земельного участка в Кировской области я не имею. Такие проблемы. СМС-ка к нам пришла в 8909-720-101-0. Меры по стимулированию рождаемости государством стимулируют рожать детей, которые сами себя обеспечить не могут. А кто может, им некогда с бумажками бегать по кабинетам, написала Марина. Бегать не действительно будет, наверное, немало. Да, вот, кстати, Кирилл, оцените. Во-первых, землю получить, во-вторых, древесину, ипотеку и так далее, тому подобное. Мне кажется, это можно всю жизнь на это посвятить. Здесь уже сказали все-таки, что не зря рассматриваются, да, и я надеюсь, законодательным собранием будут приняты поправки уже в действующий закон. Они как раз во многом и направлены на упрощение процедуры, так скажем, заявления о выборе земельного участка, получения этого земельного участка. В новых поправках уходят от бесчисленного количества подтверждающих документов, которые должна предоставить многодетная семья, и оставляют, насколько я знаю, там только удостоверение многодетной семьи. По тем документам, которые нужно предъявить, там достаточно солидный пакет, если не ошибаюсь. Копия паспорта, копия свидетельства о рождении детей, вот исчерпывающий перечень документов. В поправках там вносится еще документ, подтверждающий, что это семья многодетная. Такая поправка еще не принята в окончательном чтении, но это уже дополнительно получается дополнительный документ к тому исчерпывающему перечню, который в действующей редакции закона предусмотрен. Поэтому мы еще пообсуждаем до 26-го и 26-го или примем, или не примем. Но разговор идет о том, чтобы в одно окно, так называемое, в одно окно гражданин приходит муниципальное образование, то есть в администрацию района или городского округа, подает заявление и документы, и, в принципе, ждет ответа. Ясно. У нас редактор сигнализирует нам о том, что у нас есть на связи Алексей Вотинцев, многодетный отец. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Говорим мы сегодня про меры поддержки многодетных семей, и это наделение бесплатной землей, и поправки в трудовой кодекс, которые будут гарантировать многодетным отцам сохранение рабочего места. Как вы относитесь к этим инициативам? Да, относимся положительно, конечно. Чем вы уже воспользовались на данный момент, ваша многодетная семья? Какими-то программами? Государство вам как-то помогло? Только на данный момент пользуемся скидкой по оплате... Оплате ЖКХ. Как насчет получения бесплатной земли для строительства дома? Сейчас документы собираем, готовимся. То есть планируете? Да, конечно. Уже собираете документы? Столкнулись с какими-то сложностями? Либо пока все не... Ну, пока еще нет, но на этой или на следующей неделе точно придется с чем-то столкнуться. Почему такие печальные прогнозы? Не знаю, просто, видите, когда даже вот документы я готовил на получение удостоверения многодетной семьи, и так там столько тоже всяких справок, еще что-то ненужного такого вот как бы, да еще и на каждый год это все подтверждать. И, образно говоря, как бы ходить, тоже это определенное неудобство. Алексей, как вы оцениваете, вот дадут многодетным семьям земли. Как вы оцениваете, будет ли возможность для того, чтобы там дом возвести, как-то оборудовать этот земельный участок, либо это делается, ну, как-то не совсем продуманно? Ну, я думаю, что пока это не до конца тоже продумано, потому что это еще новая такая вещь-то, которая, ну, требует еще точно, думаю, доработки какой-то. То есть, пока еще вот я на данный момент еще точно не могу ответить, что конкретно, как бы, там, какие проблемы. Ну, думаю, что без них-то у нас никогда не бывает этого. Уже как-то думали, где бы хотелось участок получить и как-то обещают негде? Ну, так-то, да, думали. Думали, но... Какой район более предпочтительный для вас? Ну, я не знаю, район Ганино, вот там хотелось бы. Алексей, документы пойдете подавать вот уже в первый день приема? Ну, я постараюсь, конечно, в первый день. Готовитесь к тому, что там будет, ну, достаточно жарко? Ой, да, конечно, конечно, конечно. У нас всегда так. Алексей, а какие документы вы собираете? А там справки все, вот, ксерокопии. Ну, вот конкретные. Какие? Вот я перечислил исчерпывающий перечень документов, какие вы должны представить. Копия паспорта гражданина? Угу. Паспорт у вас есть? Да, конечно, есть. Собирать не надо его? Что его? Собирать его не надо? У детей надо спросить. Копия свидетельства о рождении детей? Да, конечно, есть это все. Есть? А еще что вы собираете? А там справки, по-моему, с этого... Я вам перечислил действующий тех закон, а? Алексей, сейчас Владимир Гаврилович несколько провокационно. Он сейчас перечислил все, собственно, документы. Третий документ к вам не относится? Это копия документов, подтверждающих усыновление или удочерение? Нет, это-то не надо, конечно. Так что у вас все документы на руках. Какие документы вы собираете? А там еще ведь на эту самую справку о многодетстве, то, что вот идти в органы там соцзащиты или опеки и там вот их еще получать вот это вот. Вы где это узнали? Так это ведь не требуют. Вы уже заходили в органы власти? Алексей, приходите в первый день после выходного, первого-второго выходного, так я понимаю, а третьего приходите в органы власти и передавайте документы, которые я вам назвал, с заявлением, естественно. Больше ничего не надо, ничего собирать не надо. Алексей, позвольте еще спросить вас о том, вы следите вообще, выискиваете эти меры, пути, узнаете где-то специально, вот как поддерживать наше государство, семью многодетную? Вы обо всем знаете? В основном это происходит случайно. То есть об этом особо никто не говорит, то есть то, что вы можете воспользоваться или еще что-то, да? А как-то вот бывает случайно, вот узнаешь. Ну тут ладно, вот в почтовый ящик мне брошюрку бросили, то что вот землю там будут давать или что-то, это как бы вот... Это департамент соцразвития. Один из первых случаев, что вот воспользуйтесь, вроде у вас семья многодетная, как бы по адресу прислали эту брошюрку, а так вот вообще ничего. Ясно, то есть семья, семья Алексея, она специально не выискивает каких-то путей для... Просто был бы это, вот предположим, как-то, вот я прихожу, предположим, в органы там соцопеки, да, вот предположим, подтвердить свое многодетство опять там, да. Они бы хотя бы вот этот большой там обширный бы перечень там рекламировали бы или предлагали бы там сразу же, да. А то как бы особо-то вот ничего такого нет. Люди, многие просто этого не знают, то есть вот у меня тоже есть знакомые, у кого там третий ребенок родился, я говорю, вот сходите, вроде это самое, а что это дает? Я говорю, ну вот вроде 30% возмещения по коммунальным услугам будет. Ой, да, мы не знали, как бы вот сейчас как бы пойдут. Но там тоже свои сложности есть по зарплате, то есть если зарплата у тебя позволяет, то тебе как бы ничего не дадут. Это тоже как бы неправильно с одной стороны. И все-таки, Алексей, как вы думаете, вот эти льготы в отношении многодетных семей, они все действительно нужны, они все полезны, они дают способ существенно сэкономить? Или же все-таки лучше полагаться на свои силы? Нет, лучше, конечно, полагаться на свои силы, но и воспользоваться вот этими всеми вещами. То есть если есть возможность, и государство если дает это, то лучше, конечно, воспользоваться. То есть это лишним никогда не будет. Слушай, я не вы... Мне тоже вот на карточку перечисляют эти 30%, так я вот, предположим, знаю, что там эти деньги лежат, я их всегда могу там, когда трудность какая-то случилась, там воспользоваться ими, предположим. Алексей, слышали ли вы сейчас про такую инициативу, что работодатель не сможет расторгнуть трудовой договор с отцом многодетных семей? А, ну, да, вот слышал такую вещь, да. Кстати, у вас одно место работает, Алексей? Да, я в одном месте работаю, да. Ну вот еще и такая инициатива. Ну что, Алексей, спасибо вам большое. Счастливый многодетный отец. Пожалуйста. Комментарий за ваши. Спасибо, Алексей Уотенцев, многодетный отец. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Тема у нас продолжается, мы скоро вернемся. Партнер программы «Дневной разворот» Кировский ССК. Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельна, Владимир Сметанин. Говорим мы сегодня о новых мерах по поддержке многодетных семей в Кировской области. В гостях у нас Владимир Бакин, председатель комитета по бюджету и налоговому законодательному собранию Кировской области. И Кирилл Лебедев, начальник управления демографического развития. Еще раз здравствуйте. Вот мы тут говорили за эфиром о том, ну вот как донести до людей вот эту информацию. Информация очень важная. Вы только что беседовали с многодетным отцом, да, с Алексеем. Я думаю, наша передача сегодня как раз на это и направлена. Будет этому способствовать. Способствовать, да. Буквально недели-полторы назад две департамент соцразвития, собственно, о чем и сказал, да, Алексей, направил информационные письма с перечислением тех мер поддержки, которые оказываются в Кировской области многодетным семьям. Но эти письма, как вы понимаете, они были направлены только многодетным семьям, состоящим на учете в департаменте социального развития, как малоимущие. У нас такой окончательной статистики нет. Вы называли, Светлана, цифры, да, там 6 тысяч многодетных семей, из них 5,5 на учете в департаменте соцразвития. На самом деле, никто сейчас, ни одно ведомство не скажет вам, сколько многодетных семей в Кировской области. Вам точно до последнего ребенка скажут, сколько многодетных семей на учете в департаменте соцразвития, то есть малоимущих. Но всего многодетных не скажет ни одно ведомство. Их может быть 8 тысяч, может быть 8,5. Нет такого учета. 708-502, наш номер телефона, это прямой эфир, волна 101.0, говорим мы сегодня о новых мерах по поддержке многодетных семей. Слушатели, как вы думаете, те меры, которые сейчас реализуются, достаточно ли их для того, чтобы все-таки повысить рождаемость? И в большей степени, на кого они направлены, на какие слои населения все-таки более обеспечены или же нет, как можете оценить? Слушатели, 708-502, номер для смс-сообщения 8-909-720-101, пишите, подписывайтесь. Владимир Гаврилович, как вы видите будущее? Вот если этот закон начнет реализовываться так, как задумано было, что мы хотим получить в перспективе через 5 лет, 10 лет? Это одна из мер социальной поддержки многодетных семей. Ну, понятно, демографическая ситуация у нас пока отрицательна. И необходимо этот вопрос поправлять. Через чего? Через естественный прирост населения. Другого пути нет, к сожалению. Другого пути нет, есть миграция. Через естественный прирост населения. И понятно, что нужна поддержка разными формами. Вот предоставление земельного участка – это одна из форм. Я ее очень поддерживаю, потому что, конечно, человеку что для счастья надо? Это работа, это жилище, крыша над головой, это занятость полная, это счастье тех детей, которых запустили на свет. Как вы оцениваете вообще в принципе эти инициативы и меры по поддержке? Потому что где-то дают, а где-то забирают. Проблемы с детскими садами, сейчас много говорится о платности среднего образования. Как оцениваете? То есть где-то идет в плюс, а где-то в минус. Рожать, не рожать, вот сейчас молодым семьям наверняка задумывается. То, что дадут земли, достаточное для того, чтобы решить, что нужно рожать детей. Я могу только сказать о своем внуке, ему 15 лет. Ему эта перспектива как раз. Если он будет меня спрашивать, рожать или нет, я буду ему говорить, да, рожать. Ясно. Но редактор подсказывает, что у нас еще один многодетный папа есть на связи. Это Валентин Пугач, ректор Вятского государственного университета. Валентин Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Говорим мы сегодня о мерах поддержки многодетных семей. Ну, раз, это выделение земли бесплатно абсолютно. И два, это поправки в Трудовой кодекс о том, чтобы гарантированно у многодетного отца рабочее место оставалось. Как к этому вы относитесь? Ну, я хочу сказать, что в нашей стране рождение двух и более детей автоматически ставит семью на грань нищеты. Могу сказать это как человеку, у которого там четверо детей, при том, что я получаю неплохую зарплату ректорскую. Если разделить эту зарплату на членов семьи, учитывая, что там родители мои и родители моей жены не работают, они тоже им нужно помогать ежемесячно, хоть как-то, потому что с нашей пенсией это проблематично не хватает. То получается, что, при том, жена работать не умеет, она не может чисто физически в силу того, что нужно заниматься детьми, школа, кружки и так далее. Соответственно, один работающий отец, и, соответственно, я понимаю, насколько они все зависят от меня. Если со мной, не дай бог, что-то случится со здоровьем или там потеря даже работы, это просто поставить семью на грани выживания и постановку вопроса о запрете единственного отца, ну, кормильца увольнять. Правда, там стоит вопрос только до трехлетнего возраста детей. А что, если ребенку 4, 5, 10 лет, ему, значит, или семье меньше денег необходимо? Да, такой интересный нюанс. Вопрос явно некорректный. Если уж ставить этот вопрос, то его надо говорить хотя бы о совершеннолетии детей. Вот, это раз. Что касается земельных участков, это хорошее предложение, хорошая инициатива. Другой вопрос, что только земельным участком поправить материальное положение многодетной семьи, и уж тем более стать стимулом и механизмом для повышения рождаемости, это мера явно недостаточно. Потому что земельный участок это одна десятая только тех вещей, которые необходимы для того, чтобы семья могла построить дом. Что такое построить дом? Мы понимаем, провести коммуникации, дорогу. Да, это грандиозная стройка. Электричество, само строительство, благоустройство участка. Я уж не говорю потом о транспортных проблемах, потому что если семья строит дом, где она собирается жить круглогодично, то одни расходы на... Ну, это должна быть очень хорошей инфраструктурой. Если мы говорим о дачном, ну, таком домике, который будет просто использоваться летом для того, чтобы редиску посеять, и чтобы дети хотя бы немножко дышали свежим воздухом, ну, это тоже требует определенных сил. Поэтому мер в стране, и в нашей области, в частности, и в целом по России, которые стимулировали бы большое количество детей в семьях, катастрофически недостаточно. И мы с гордостью о том, что сейчас какие-то решения принимаются, говорить ни в коем случае не должны. Мы должны написать большой перечень потребностей семьи, которые необходимо галочками ставить системно в течение ближайших лет и депутатам, и исполнительной власти системно решать на всех уровнях. На федеральном, на региональном и на муниципальном. Только в этом случае через какое-то время... Плюс отдельная работа идеологическая, чтобы работала пропаганда, чтобы ценности семейные формировались, знаете, традиционные, чтобы было престижно, уважаемо, приятно и комфортно иметь большое количество детей в семье. Да, мы понимаем. Валентин Николаевич, ваша многодетная семья какими льготами пользуется и пользуется ли? Честно говоря... И как вы относитесь к льготам? Никакими льготами мы не пользуемся. Потому что из-за вот этих копеек ходить и собирать справки, бумажки и получать вот эти несколько сотен рублей, мне жалко времени и сил, и своих, и своей жены. Но это унизительно, да, вы считаете? Конечно. И да мне просто некогда, я занимаюсь работой. И вот, и, соответственно, никаких особых льгот, таких существенных, которые особенно мне возмущают транспортный налог. Когда мы понимаем, что если многодетная семья, и дай бог, если в этой семье есть возможность купить второй автомобиль, чтобы жена могла ездить... Детишек возить, в том числе. Детишек возить по больницам, по школам, по... У нас... У меня половина детей учатся в первую смену, половина во вторую. Там, пресловутая 28-я школа, которую перевели там на другой конец города. Плюс еще спортивные сельскости. Мы хотим, чтобы дети занимались спортом. И музыкальные школы. В результате весь день у меня жена ездит туда-сюда, возит детей. И так многие семьи в Кирове, наверное, так живут. И на этом фоне принимать транспортный налог или не предоставить многодетным семье освобождение от этого налога и платить десятки тысяч рублей в год за автомобиль. А если детей много, то автомобиль нужен большой, не маленький. Это не микроэлектражка, у которой там транспортный налог, там есть какие-то послабления. Ну да, да. Ставка небольшая. То получается там большой автомобиль, у него больший объем двигателя, и там повышенный получается транспортный налог. И это просто мне очень... Если мне это чувствительно для моего семейного бюджета, то для многих это просто... Убийственно что-то, да. В этом роде. Так что много чего необходимо еще делать. Дядя Николаевич, мы вас услышали. Спасибо вам за ваше мнение. Валентин Пугович, ректор Вьяцкого государственного университета. Это многоодетный отец. Есть у нас смс-ка 8909-721-0. Для повышения рождаемости лучше бы задумались о женщинах, которым необходимо ЭКО, чтобы эта процедура стала доступной и материальной, и по состоянию здоровья. Ну вот с этим я согласна абсолютно. Писала Анна. Писала Анна. Время наше подходит к концу. Да. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях были гости. Владимир Бакин, председатель комитета по бюджету и налоговым законодательным собрания Кировской области. И Кирилл Лебедев, начальник управления демографического развития. Спасибо, что пришли. Владимир Сметанин. Дневной разворот Кирове. Встретимся в следующем часе. И тема у нас будет другая. Ну а вы помните наш номер телефона 708-502. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok